Привет всем! Сегодня, как обычно, о новостях Германии и Европы. Новый день и новые события, не теряющие свою актуальность. В Германии разгорелся скандал из-за призыва 30 местных депутатов прекратить помощь Украине. Открытое письмо с мотивацией служить миру подписали 32 человека – депутаты округа в земле Бранденбург. Текст опубликовали на официальном сайте администрации округа. Они призвали федерального канцлера Олафа Шольца и президента Бундестага Бербельбас взять на себя ответственность за мирное урегулирование вместо дальнейших поставок оружия Украине. Депутаты заявляют, что боятся дальнейшей эскалации войны и настаивают, что Германия должна делать все возможное для содействия завершению войны дипломатическими методами и продвижения мирного сосуществования между народами. Как отмечает Шпигель, строгое осуждение нападения на Украину в письме высказывается лишь одним предложением. Письмо не подписали представители только одной партии – «зеленых». Под ним есть подписи местных депутатов ХДС, СДПГ, Свободных Демократов, Левых, АДГ и представителя скандальной праворадикальной Дом. Присутствие в списке последних рядом с подписями депутатов ведущих политических сил вызвало много вопросов из-за репутации этой партии. В частности, в начале года Федеральный Конституционный суд поддержал запрет на ее госфинансирование как правоэкстремистское. Левые отметили, что на момент согласования их подписи не знали о том, что АДГ и ДОМ также планируют присоединиться. А ХДС отметили, что ограничений на то, кто присоединится к письму, не было. СДПГ попыталась дистанцироваться от данного письма. Также в местной организации отметили, что не могут поддержать заявление, где не называется агрессор и не учитывают необходимость обеспечения Украине возможности защищаться. Как уже сообщалось ранее, поддержка избирателями в Германии. Альтернативой для Германии снизилась из-за вероятных связей ее депутатов с пророссийской сетью влияния, которое разоблачили на прошлой неделе в Европе. Депутата АДГ Петра Быстрона обвиняют в сотрудничестве с медиа, связанными с РФ. Из-за этого партия рекомендовала ему отказаться от участия в выборах в Европарламент. По данным СМИ, Быстрон при этом не может быть просто исключен из уже поданных АДГ списков кандидатов в Европарламент. Для этого его якобы придется исключить из партии. В ряду этого руководство АДГ призвало депутата сложить мандат после выборов в Европарламент, если обвинения в отношении него подтвердятся. Лидеры правой партии также запросили у Быстрона письменное объяснение, которое может помочь полностью развеять все сомнения и иметь возможность должным образом отреагировать. На данный момент против Быстрона проводится проверка. И в это же время глава МВД Германии уже отреагировала на последние заявления и нашла решение этой проблемы. Нэнси Фезер заявила, мы должны ускорить депортацию преступников. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер пообещала бороться с ростом уровня преступности в стране. В частности, путем упрощения процедуры депортации людей негерманского происхождения. Фезер комментировала данные, свидетельствующие о росте общей преступности на 5,5% в прошлом году и увеличение на 13,5% количества подозреваемых с иностранным происхождением. По ее словам, ФРГ должна улучшить интеграцию и ускорить депортацию. Оппозиционные партии Германии на фоне обнародованной статистики призвали к более жесткой миграционной политике. В частности, усилению пограничного контроля и увеличению количества депортаций. Отмечу, что количество новых заявлений о предоставлении убежища в Германии значительно сократилось. В первом квартале 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И в это же время в крупнейшем аэропорту Италии задержан член ИГИЛ. В понедельник был задержан 32-летний гражданин Таджикистана. На него был выдан международный ордер на арест. За то, что он присоединился к рядам исламского государства и уехал в Сирию воевать в 2014 году. Задержанный имел многочисленные псевдонимы с разными национальностями и датами рождения. В том числе из Узбекистана, Киргызстана и Украины. После ужасной трагедии недавнего теракта под Москвой. На Западе акцентировали внимание на то, что угроза терактов от террористических группировок ИГИЛ сохраняется. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что филиал группировки «Исландское государство», взявший ответственность за теракт в Крокусе, принял несколько попыток атак и на территории Франции. Однако, к счастью, трагедий удалось избежать. Однако, это еще не все. Угрозы терактов от этой же организации последовали и в отношении матчей Лиги Чемпионов. В Лондоне, Париже и Мадриде усилены меры безопасности. Однако, несмотря на угрозы со стороны группировки, сами игры в Мадриде, Париже и Лондоне пройдут по плану. Французские и испанские власти также подтвердили усиление мер безопасности. Ну а нам с вами остается надеяться, что все пройдет спокойно. И в это же время в Польше готовят новые правила. Польше хотят отменить некоторые выплаты для украинских беженцев. Именно так сообщается на сайте правительства страны. В случае принятия закона с 1 июля будут отменены. Одноразовая выплата в 300 злотых на одного беженца. Бесплатное проживание и питание в коллективных центрах. Выплаты по программе 40+. Это компенсация 40 злотых за предоставление жилья для беженцев из Украины. Вместе с тем законопроект предусматривает продление срока пребывания беженцев из Украины до 30 сентября 2025 года. На данный момент это проект закона и он пока на согласовании.